шире если смотреть от физиологии перейти каким-то жизненным ситуациям тоже разная реакция на них бывает ну вот если прям ступенька за ступенькой например сдача экзамена в гаи такой пример это видимо или другого ощущений как недавних уже больше года назад но тем не менее да еще свежо в памяти то есть вот есть люди которые действительно бледнеют потеют пьют успокоительное я серьезно сейчас то есть кто для которых это особенно когда это уже не первый раз и ты знаешь что ты вот по природе своей ты просто не сдашь ты просто не сдашь все ты идешь туда чтобы не сдать вот и вот для таких людей действительно это ну не знаю это это испытание это гора высокая вот а для кого-то кто-то сидит просто ну да там же разные люди бывают сидят курят стороне там знаешь просто общаются к чем моя очередь сейчас пойду сейчас там но часто такие кстати быстрее сдает что они не волнуются то есть это уже не физиология это человек сам себя накручивает это его личная какая-то реакция на про накручивать я бы не спешил мы так немного психологии если скорее знаешь интересный вывод который тоже у нас родился еще чуть-чуть до передачи когда мы обсуждали тему что мы часто на человека смотрим как на такую единицу знаешь боевую знаешь как в армии ты просто солдат и вы струган из дерева или там из железа и ты принимаешь решение гаечка в механизме да то есть ты либо да либо нет все а мы мы же не ну то что чем психологи занимаются мы как-то вот в обычной жизни часто не смотрим на то что у человека какой-то глубокий внутренний мир там есть и когда ты ему что-то сказал там какой-то механизм заработал правильно внутри в человеке или не заработал вот и соответственно для одного человека что-то проще для другого для другого сложнее вот отчасти об этом сегодня передача вообще то есть вы расширяем сдачные права это такой довольно таки поверхностный тем не менее пример еще один на яркий пример который пришел в голову по мере углубления да это ну вот когда человек долго не женат например и а другой человек который долго женат уже говорит ему в чем проблема вообще что ты вообще не женишь сколько можно просто бери и женись просто выбери прими решение жених даже не так на интонации другая немного просто возьми женись ну да ну да не понимание я главный отказ пытаться понять даже вот еще в чем проблема вот правильно сказал вот мне кажется здесь в объективно да если попробовать посмотреть вопрос в том что ну жизненный рисунок да и внутренний мир да у людей абсолютно разные вот наверное мы об этом чуть-чуть сказали но в контексте жизни разный и может быть он пытался уже много раз да например человек там жениться у него не получилось или он женат или развелся например и и он может об этом даже не говорить вот ну например такие разные истории знаешь и действительно да там много проблем у него родители развелись в детстве да и какие-то у него комплексы связи с этим остались причем он может быть абсолютно адекватный человек а подсознательно что-то продолжает еще например работать на боится предательства подсознательного потому что там папа предал ушел в детстве но на самом деле сложнее гораздо чем кажется на поверхность миллион миллион факторов но не миллион тысяча тысячи разных факторов может влиять на эти вещи и да нужно конечно знать ситуации нужно конечно пытаться понять почему